Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Изменчива погода в октябре, не балуют нас теплыми деньками, но все же как прекрасно. Во дворе деревья все укрыты кружевами. Действительно, в октябре то солнце, то слякоть. Субтитры предоставил DimaTorzok Ветер ночью западный, а днем восточный. 6-11 метров в секунду. Температура ночью 10-12, а днем 13-15 градусов тепла. Возможно ли открыть собственное дело, не имея при этом ни рубля? Конечно, говорят в Министерстве труда и социального развития. С прошлого года в регионе запущена программа социального партнерства. И этой возможностью уже воспользовались жители Карачаева Черкесии. Героиня нашего сюжета Мадина Кукаева среди них. И на выделенные средства открыла школу английского языка. Мадина Каракетова побывала на уроке. Есимина Каяхан мечтает о путешествиях, но больше всего хочет посетить свою страну, Турцию. Русским владеет отлично, поскольку проживает в России. Знает родной турецкий, на нем говорят родители. Усиленно изучает английский. И доводы в пользу этого языка у Есимины более чем веские. Это мне пригодится в дальнейшем, потому что, к примеру, если я поеду в какую-любую страну, мне придется разговаривать там. Но я не знаю, на каком языке мне там разговаривать. И на английском больше всего поймут, чем на другом языке. Английский – это такой предмет, который интересный, и ты к нему привыкаешь очень сильно. Изучать английский была идеей Есимины, которую с удовольствием поддержали родители, и младшая сестра Элина, которая последовала за старшей в школу. Я уже знаю немного слов. Я сюда хожу уже с 5 лет. Второй год. Очень-очень интересно. Мадина Борисовна – самая лучшая учительница по английскому языку. Очень интересно объяснять достойно, с улыбкой на лице. С удовольствием ходим на ее занятия. Прямо с удовольствием. Мадина Кукаева, которую так обожают девочки, основатель школы английского языка. Идея создания учебного заведения вынашивалась долго. И стала реальностью благодаря государственной поддержке, которой она смело воспользовалась. Немножко начну с предыстории. Я с самого раннего детства увлекалась иностранными языками. И английский язык для меня был чем-то вот таким вот волшебным. Наверное, где-то с 5 класса у меня была безумная любовь к этому предмету. На тот момент Мадина не осознавала, что свяжет с английским языком свою судьбу. После школы был университет, затем профессия преподавателя английского языка. Мадина и сейчас обучает ему студентов-лингвистов и медиков Северокавказской государственной академии. Но по прошествии времени поняла, что я хочу развиваться, я хочу что-то более большее, хочу давать детям больше возможностей развиваться, знать язык. И почему бы не начать свое собственное дело и открыть для себя свою маленькую школу. На раннем этапе я, конечно, понимала, что мне нужен какой-либо стартап. И здесь я услышала о такой соцпрограмме, о мере соцподдержки от соцзащиты, как помощь самозанятым в размере до 250 тысяч рублей. Я собрала весь пакет документов, прошла комиссию и получила, собственно говоря, эти деньги, на которые мы и начали существовать. На выделенные средства Мадина Кукаева сняла помещение и оборудовала его всем необходимым. И получилась вот такая вот небольшая, но очень уютная школа мечты. Сегодня преподавание иностранных языков предполагает использование современных технологий. И хотелось бы быть на уровне, не ударить в грязь лицом на фоне других школ. И, естественно, на учебники. Учебники тоже сейчас дорогие, все знают. И, тем более, мы пользуемся хорошими учебниками таких программ издательств, как Кембридж, Оксфорд. И они достаточно дорогие. Но на дальнем этапе 250 тысяч – это очень большое подспорье. Школу английского языка Мадины Кукаевой сегодня посещают как дети дошколята, учащиеся средней школы, так и студенты пенсионного возраста, которым интересно изучение иностранного языка. Валерия Иванова и школа английского языка Мадины Кукаевой помогла подтянуться по предмету. И теперь в своем классе в средней школе она среди лучших. Раньше у меня в школе были проблемы, сейчас у меня четверки и пятерки. Мне очень интересно, Дина Борисовна так хорошо объясняет, я прям все хорошо понимаю. Мне нравится ходить в эту школу. Всегда я учусь что-то новому, и в школе мне намного легче, чем раньше. В планах Артура Гаспарова Оксфорд. К осуществлению мечты он приступил уже сейчас, начав с изучения английского языка. Мне очень нравится ходить на английский. Тут очень хорошо обучает. И моя цель – ходить на английский, чтобы знать другой язык. Может, я пойду в Англию. Возможно, это мне пригодится в образовании. Или в дальнейшем. У нас есть онлайн-обучение. У нас был студент, ему было 54 года. Он из Германии изучал русский язык. То есть на английском изучали русский язык. Кстати, он прилетал совсем недавно, гулял по нашему городу. Ему очень понравилось. В школе студенты проходят три уровня обучения по восемь месяцев. Каждые, помимо английского языка, более углубленно преподают математику, русский язык. Учат изобразительному искусству, готовят детей к единому государственному экзамену. По словам Мадины Кукаевой, это были пожелания родителей. А тем, кто хочет начать свое собственное дело, но не верит в такую возможность или боится сделать шаг, Мадина советует. Главный сценарист в нашей жизни, он нам все портит. Когда я начинала собирать документы, мне тоже говорили, не надо, там будет много проверок, зачем тебе это нужно, это сложно, ты не сможешь. На самом деле ничего сложного нет. Если у вас в голове есть какая-то цель, есть желание развиться, но не хватает какой-то энной суммы денег, то это вполне нормально, вполне возможно, да, вполне реально получить эту сумму без всяких знакомств и времени, время затрат и так далее. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибуков, Вести, Карачаево, Черкезия. В картинной галереи Черкеска прошла выставка картин учащихся детской художественной школы Черкеска. Подробнее расскажет Али Баташев. Только лучшие из лучших. 175 детских работ, выполненных в разных материалах и техниках. Авторы всех произведений, представленных на выставке, учащиеся 14 художественных школ республики от 5 до 17 лет. Это лучшие работы, которые были выполнены нашими детьми. 47 человек получат дипломы лауреатов. Работы лауреатов имеют желтенький такой треугольничек. Мы рады, что наши дети к этой теме, казалось бы, очень сложно и подошли творчески. Еще когда в сентябре мы обсуждали тему нашей выставки, то многие сомневались. Будут горы и барашки. У некоторых такой вот стереотип. Но вы сейчас уже посмотрели наши прекрасные работы, вы увидели, насколько они разнообразны, насколько они интересны. И вот сейчас перед вами стоят преподаватели, которые вложили свою душу, свой труд в обучение детей, которые вкладывают каждый день. Мария Носович из Черкесска рисует с детства. Позади 5 лет художественной школы и работы, которые не стыдно представить изыскательной публике. Я с детства любила рисовать и решила улучшить свои навыки. Как называется ваша работа? Расскажите, как вы ее рисовали. Встреча в пути. Я сюжет долго не искала. Я хотела, чтобы это было ярко. И вот сразу первое, что в голову пришло, я сделала на итоговой работе. Расскажите о картине поподробнее. Сюжет предполагает собой, что Джигит решил спросить дорогу у опытного пастуха, который проводит Атару Абец через долгий путь. Ну, вообще, как у вас возникла идея такая, и как это все нарисовалось? За сколько времени вы нарисовали? За два, за три месяца? Нарисовала, в общем, за несколько дней. Мы очень много работали над мелкими деталями с преподавателями. И в итоге, в отличие от этюда, здесь есть некоторые изменения, но итоговый вариант лучше. Мы проработали барашков, естественно, думая про наш ребенок. Это первое, что в голову приходит. И изобразила некоторые пейзажи, которыми также знаменит наш регион. Какую технику изображила картина? Гуашь. Решила использовать контрастные цвета. Это красный, синий, белила и черная гуашь. Темой картины Дианы Урусовой стал широко известный обряд народов Северного Кавказа. Это обряд укладывания ребенка в люльку. Вдохновилась я одной из традиций карачаевского народа, которая называется «Бещики Салганадет». Такой прямой перевод – обряд укладывания ребенка в люльку. На эту работу я потратила две ночи полностью и еще немножко, три часа дневного времени. Прям не спали, да? Нет, вообще. Просто я сначала рисовала одну работу, но она как-то мне, не знаю, душевно не подошла. Я решила за два дня нарисовать новую. А времени было мало, поэтому я решила не спать. А что вы хотели запечатлеть такое? Я хотела запечатлеть очень теплую атмосферу этого праздника, потому что все главные женщины, родственники собираются вместе, смотрят на ребенка и встречают нового члена семьи. Это очень теплый праздник. Поэтому я передала это еще и красками, и атмосферой, и даже выбрала вот рамку матовой, которая собирает всю эту композицию вместе. Над своей картиной «Аульчанки» Мария Дорофеева работала около шести месяцев. Прежде чем сделать работу, я изучила наряды мусульманских женщин, объединила работу тапочками, кавказскими национальными платками и красным шерстяным ковром. Меня очень вдохновила тема «Столетие КЧР», и я ее вложила в написание этой работы. А чем вас вдохновляет? Где вы вложили? Вдохновила меня... Симпанских женщин. Ну, вдохновила тем, что очень непосильный труд, тяжелый труд, очень скурпулезный. То есть женщины сидят и сконцентрированы на работе, ни на что не отвлекаются. То есть всю душу вкладывают в свою работу. То есть в платки, в тапки, ну и... А вы сами пробовали вязать там что-нибудь? Да, да. Тяжело, да? Да, тяжело, очень тяжело. Но очень интересно. Рисовать проще или нет? Рисовать, да, думаю, проще. А что стремитесь в искусстве показать своей работы? Ну, простого человека там или еще? Ну, больше, да, показать душу человека, насколько он добрый, открытый. Раскрыть все его таланты в своих работах стремлюсь. Как вот вы видите свое будущее? Я хочу стать архитектором. Я в следующем году поступаю в архитектурный институт. Хочу связать свою жизнь с искусством, творчеством. Хочу строить, проектировать дома. Приехать в Черкесск и создать что-то новое, интересное в своем городе. А что вам дает искусство? Возможность познать что-то новое, интересное для меня. Как и многие посетители выставки, директор Республиканского учебно-методического центра по художественному образованию Елена Шатрова дала высокую оценку работам, представленным на выставку. Спасибо всем, кто вложил этот труд. И благодаря вот этому титаническому труду наших школ, я знаю, сколько вкладывается в работу с детьми сил, затрат, ну, все преподаватели. И поэтому я вас поздравляю с такой количеством лауреатов. Проскор Ивановна сидела, печатала эти грамоты три дня. То есть это очень приятно, когда у нас столько лауреатов. Еще раз, здесь душновато, правда, но все равно радостно. Вот, и приятно видеть вас всех на этом праздничном мероприятии. Еще раз вас благодарю за работу всех, и детей, и преподавателей. Юные художники принимали поздравления и получали заслуженные награды. Кризнание очень важно для художника, говорят преподаватели. Это позволяет успешнее развивать свой талант и достигать новых вершин в своем творчестве. Али Баташев, Ислам Уромов, Вести Карачаева, Черкесия. Йога прочно вошла в нашу повседневную жизнь. Это одна из эффективных систем организма. Она влияет на эмоции и уровень духовного развития. Йога – это комплекс физических упражнений, дыхательных техник. Сегодня в нашей постоянной рубрике «В здоровом теле. Здоровый дух» мы узнаем, что значит танцевать в йоге. Слово Альбини Ламковой. Доброе утро! Доброе утро! А сегодняшнее наше утро не только доброе, но и бодрое. Мы вновь в гостях у Натальи, у нашего практикующего йогой. И она нам расскажет, как жить здорово и при этом быть здоровым. Доброе утро, Наталья! Доброе утро, Альбина! Сегодня для наших телезрителей мы повторим разминочные комплексы, которые мы делали ранее в других эфирах. Первый минимальный разминочный комплекс, который доступен абсолютно каждому, это 5 тибетских жемчужин. И мы его повторим. Давай начнем. Первая асана у нас – ручки в стороны. И мы крутимся несколько кругов в одну сторону. И несколько кругов в другую сторону. Вторая асана у нас – мы ложимся на коврике. Ложимся на коврик. Ручки вдоль тела. Поднимаем ножки. Вдох. И выдох. Поднимаем ножки. Вдох. Подбородочек груди. И выдох. Расслабляемся. Руки на талию. Следующее упражнение. Делаем вдох и выдох. Голова внизу. И со вдохом прогиб назад. И выдох. Делаем вдох. И выдох. Голова внизу. И вдох. Прогиб. И выдох. И вдох. И выдох. И садимся на коврики. Вытягиваем ножки вперед. И тянемся к носочкам. Тянемся к носочкам. Руки возле бедер. Спинка прямая. И со вдохом. И вдох. Голову назад. И выдох. И вдох. И выдох. А теперь мы делаем последнее упражнение в этом комплексе. Поднимаемся. Ручки перед собой. Задние ступни параллельно друг к другу. Руками оттолкнулись в этом положении. Вдох. И выдох. Перекат. Смотрите наверх. И вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Смотрите наверх. Теперь мы переходим к другому упражнению. Разминочку закончили. Будем делать сегодня скруточки. Позвоночник. У нас получается левая ножка впереди. Правую за. Правую за. Носок вытянутой ножки на себя. И мы разворачиваемся в закрытое бедро. Спинку делаем прямее. Макушечкой вытягиваемся в потолок. Поддержим здесь. И наша задача здесь открыть грудную клетку и посмотреть назад. Хорошо. Ножки вытянули вперед. Поднимайте ручки наверх. Вдох. Мы делаем компенсацию. И выдох. Голова внизу. Протягиваемся. Хорошо. Теперь левую ножку за правую. Носок вытянутой ножки на себя. Опорные ножки. Открываем грудь. Отталкиваемся предплечьем. И смотрим назад. И выдох. Складываемся. Хорошо. Наталья, мы сейчас с вами сделали разминку и немножко расстанились. Вот скажите, насколько должны быть продолжительные разминки в йоге для того, чтобы все дальнейшие массовые сделать с пользой для нас? Разминка должна быть минут 10 идти. Минут 10-5. В зависимости от того, какая разминка. Но разминка очень важна. Она включает у нас все суставы в организме. Это значит, что мы, наше тело, не подвергаем травмам. Наташа, а вот, чтобы достичь высшего пилотажа в йоге, что нужно? Высший пилотаж в йоге, это, конечно, когда идет... В йоге есть такая Наташива. Это когда идет уже танец в йоге. Когда ты закрываешь глаза и закрываешь глаза и делаешь асаны. Тогда идет, течет, считается, течет энергия, и ты как бы танцуешь йогу. Смотрите нас и занимайтесь вместе с нами йогой. И, может быть, мы когда-нибудь вместе с нашей Натальей станцуем йогу. Наталья, ну на этом наше занятие заканчивается. И до новой встречи. До встречи, Альбина. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем удачного дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова